Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария в студии Станислав Сердюков. Коротко о главных событиях дня. Водоснабжение это очень многое значит. Как вы знаете, это как предмет первой необходимости. Поэтому нам надо в любом случае, любыми средствами его сохранить. Жители Камлюкова рискуют остаться без воды. Река Малка неумолимо приближается к скважине. На пути к победе над очередями в Нальчике нашли возможность в два раза увеличить количество мест в одном из детсадов. Ретро по-кабардински о том, как старость, уживается с молодостью. Это трагикомедия, то есть вытаскиваем комедийные моменты, чтобы донести правду. В театре имени Шагенцукова грядет очередная премьера. Кабардино-Балкария, РАН и МГУ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие в сфере науки, образования, ряде других областей, представляющих взаимный интерес. Сегодня в Москве Юрий Коков, президент Российской Академии Наук Владимир Фортов, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Оно предусматривает совместные научно-исследовательские работы, программы обмена учеными, преподавателями и аспирантами, создание совместных научно-исследовательских и инновационных структур, организацию международных и всероссийских научных симпозиумов, семинаров и конференций, обмен опытом в развитии передовых методов преподавания, разработку учебных материалов. Направлениями научного сотрудничества станут нанофизика, нанохимия, квантовые компьютеры, водородная энергетика, электрохимия, физика поверхности и межфазных явлений, ряд других направлений. Подписание трехстороннего договора считаю для Кабардино-Балкарии знаковым событием, открывающим возможность к использованию интеллектуального потенциала Российской Академии Наук и Высшей Школы в целях социально-экономического и научно-технического развития в регионе, а значит и в стране в целом. Для нас большая честь и ответственность, подчеркнул Юрий Коков, заключить договор с руководителями двух ведущих в мире центров науки и образования. Это шаг в реализации сформулированных в послании президента страны Владимира Путина задач, в частности, модернизации системы образования и науки, как важнейшего фактора преобразований в экономике и обществе. Серьезное для республики значение, безусловно, имеет сегмент договора, где идет речь о повышении квалификации и обучении научных кадров. Ректор МГУ Виктор Садовничий, высоко оценив возможности эффективного научного взаимодействия с Кабардино-Балкарией, вспомнил о давних исторических связях Московского университета с республикой. Во время Великой Отечественной войны студент МГУ Александр Гусев снял фашистский флаг с Эльбруса. Впоследствии он стал профессором МГУ. Нас роднит история. Кроме того, глава республики в качестве одного из первых шагов своей деятельности сразу обратил внимание на развитие научного потенциала. В этом договоре мы складываем наш потенциал и наши силы в области науки и кадров, подчеркнул Виктор Садовничий. Уверен, что этот документ, который мы сегодня подписали, даст импульс новым исследованиям и откроет большие перспективы, сказал Владимир Фортов. Продолжаем. Природная стихия наступает. Республиканская МЧС распространила штормовое предупреждение. В ближайшие три часа сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями. Прогноз в ночь с 3 на 4 июня также неутешителен. Ожидаются сильные грозовые дожди с градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Наиболее опасные зоны – Зольский, Эльбрусский, Черекский и Чигемский районы. До конца недели прогнозируется у нас сход сели. Возможно перекрытие дорог, порывы газопроводов, а также линии электропередач, а также затопление населенных пунктов. У нас по уровню Болгарской республики в зону затопления попадает 51 населенный пункт, 12 муниципальных районов. В настоящее время силы сельства у нас МЧС России находятся в режиме повышенной готовности. Жителям и гостям Кабардино-Балкарии в МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в горные районы. В республике продолжаются восстановительные работы после дождей, селей, камнепадов и паводка. Приходит в себя Изольский район, дороги расчищены, восстановлены коммуникации, селяне приводят в порядок свои дома. Однако стихия может нанести еще один удар. Подробнее наш корреспондент Нуржан Кубадиева. Житель Камлюкова Муаед Цепинов показывает свой дом с трудом, сдерживая слезы. Жилище, двор, огород, подвал, вода не пощадила ничего. Не так давно Цепиновы сняли крышу дома, хотели заменить на новую. Строиматериалы закупили, уже и к работе приступили, но внезапно заболела маленькая внучка. И все ценное пришлось продать, чтобы отправить ребенка на лечение в Москву. Думали достроят позже, но не вышло. Все светло было. Мы там на похороне были, тут никого не было. Когда дождь перестал, мы хотели прийти сюда, но там вода не дала. Когда пришли, все уже затоплено было. Главную порцию грязи, ила и воды получила улица Конкулова. Дома здесь расположены вдоль небольших холмов. Во время дождя вода стекает прямо на них. Жители и раньше страдали от паводков, но такого не видели давно. В течение нескольких дней расчистили дорогу, восстановили коммуникации. Однако продолжающиеся осадки обострили другую проблему. Под угрозой размыва водоснабжающая скважина. Находится она на глубине 30 метров. Над ней сооружение защищающие насос. Река Малка уже вплотную подошла к берегу. По словам главы администрации Камлюкова Алика Конкулова, каждый день вода забирают у берегов по метру. Конечно, питьевое водоснабжение – это очень многое значит. Как вы знаете, это как предмет первой необходимости. Поэтому нам надо в любом случае, любыми средствами его сохранить. А в дальнейшем, конечно, будем решать вопрос, как бы его укрепить бетонными изделиями и тому подобное. А на данный момент просто отвести воду в другую сторону и на время прекратить подмыв берега. Эта скважина – единственный водозабор и обеспечивает питьевой водой весь населенный пункт, в котором проживают более 2,5 тысяч человек. Специалисты одного из районных ДСО сейчас ведут работы по русло регулировки и водоотведению. Но проблему это полностью не решит. Можно будет перенести скважину, но это слишком дорогостоящее удовольствие. Это намного затратнее будет. Соорудит какую-нибудь защитную дамбу в протяжении там метров 500. Я думаю, дешевле обойдется. В соседнем селе Неприречное в зоне подтопления оказались 35 домов. Все на улице Партизанской. У семьи Пшуковых вода зашла прямо в дом. Испорченная мебель, домашняя утварь. В некоторых помещениях теперь нужно делать ремонт. Селяне говорят, противостоять стихии смогли только потому, что сплотились. И помощь спецслужб подоспела вовремя. Нам дали технику. Все службы были задействованы ночью. Вот когда это случилось, людей успокаивали. Во двора заходили, помогали. Вычищали вот этот ил, грязь. На второй день. Буквально все службы были задействованы. Паводок оставил улицу Партизанскую без асфальта. Его пришлось вычищать вместе с селевыми массами. Пострадал и мост, соединяющий село с окраиной. Этот мост надо на необходимые в кратчайшие сроки менять. Почему? Потому что вот в таких случаях пропускная способность маленькая. И поэтому вода распространяется на дворы, на улице. Ее надо срочно поменять. Сейчас главы населенных пунктов, пострадавших от паводка, подсчитывают убытки. Нуржан Кубадиева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Далее в программе. В Кабардино-Балкарии построят около 2 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса. Инициатива Росмолодежи – вернуть распределение студентов. В Кабардинском театре премьера уже через неделю. Продолжим после рекламы. Бауэр. Новая немецкая облицовка для вашего дома. Экономия до 70% расходов на отопление. Бауэр. Ваш дом будет теплым. Профессионально быстро производим все виды земляных работ на японском мини-экскаваторе. Обращаться по телефону 8-928-910-1141. Не зря баню издавна называют народным лекарем. Баня парит. Баня правит. Баня все поправит. Гласит народная мудрость. А убедиться в этом вам поможет комплекс «Дом здоровья». Только у нас. Финская баня с веником и мокрым паром. Здесь вы ощутите всю прелесть банного процесса. Уникальные оздоровительные процедуры. Целебный парк и домашняя кухня сделают ваш отдых незабываемым. Ждем вас с 9 утра до 10 вечера. Московский финансово-юридический университет объявляет прием студентов в городе Нальчике на заочную форму обучения по всем юридическим и экономическим специальностям. Обращаться по адресу. Город Нальчик, улица Кабардинская, 66, телефон 77-1606. Вечерняя линия роскошных платьев для выпускниц. Бутик «Диана», проспект Кулиева, 2Б. Решили приготовить праздничный ужин? Ну, у вас мало времени, да и, собственно, опыта? Не беда. Бесплатная служба доставки ресторана «Арабик Холм» сделает все за вас. Быстро, вкусно и полезно только у нас. Рынок «Стрелка» предлагает стильные фирменные вещи от известных торговых марок, распродажи и выгодные акции, одежда, обувь и аксессуары известных мировых брендов. Здесь вы найдете все, на любой вкус и каприз. От нижнего белья, одежды для сна и дома, до стильных коллекций верхней одежды для любого сезона. Обращаться по адресу. Город Нальчик, улица Обидова, 3, рынок «Стрелка». Вводятся новые площади. Добро пожаловать. Уважаемые абоненты потребителей воды города Нальчика, в связи с повышением тарифов с 1 июля убедительно просим вас погасить всю имеющуюся задолженность. В противном случае материалы должников будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания с начислением штрафов и пени. Вы цените роскошь и неповторимый стиль? Интерьер студии «Палаццо» предлагает великолепные итальянские люстры, роскошные дизайнерские обои, фрески, а также дверную фурнитуру класса люкс и декоративные выключатели. «Палаццо». Блаженство стиля и роскошь в каждой детали. Нальчик. Мальбахова, 20. Телефон 77-6109. Белгородский университет кооперации экономики и права 35 лет на рынке образовательных услуг. Получите диплом Белгородского университета кооперации экономики и права в Нальчике по программам бакалавриат, экономика, менеджмент, социальная работа, туризм, гостиничное дело по специальностям среднего профессионального образования, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, право и организация социального обеспечения, коммерция по отраслям. Поступайте в Нальчикский филиал Белгородского университета кооперации экономики и права. Наш адрес – город Нальчик, проспект Кулиева, 9. Роль ставни – гаражные ворота. Качество – по низкой цене. Фирма «Маржа». Город Нальчик, улица Байсултанова, 26. Это «Вести Кабардино-Балкария». Мы продолжаем. Республика примет участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Минстрой России утвердил список регионов, подавших заявки на строительство жилья. Об этом сообщил сегодня коммерсант. До 2017 года республика обязуется ввести в строй почти 2 миллиона квадратных метров жилья эконом-класса. Заявка подавалась с учетом потребностей субъекта, сообщили в строительном ведомстве КБР. Полномасштабный старт программе будет дан в июле. Земли для застройки уже подыскивают. Это либо муниципальная собственность, либо участки, арендованные у потенциальных застройщиков. Все площадки разыграют на конкурсах. За их организацию будут отвечать местные власти. Цена одного квадратного метра не должна превышать 30 тысяч рублей. Две дополнительные группы – новый спортзал. 64-й детсад «Нальчика» готовится к очередному учебному году. Первоначально здесь планировали сделать бассейн. На втором этаже проектировали спорткомплекс. Но дефицит дошкольных мест в городе внес коррективы в план строительства. Нам поменяли кровлю, нам поменяли, полностью поменяли окна, двери и фасад сделали. Конечно, у нас стало... И когда ремонт произошел, они говорят, что вот эту пристройку, конечно, надо достроить. Деньги на открытие дополнительных групп и реконструкцию корпуса выделил городской бюджет. В общей сложности 6,5 миллионов рублей. Полностью заменены инженерные сети. Средств хватило и на обустройство спортзала. Он будет полностью готов к концу лета, обещают в учреждении. Предстоит организовать и новый метод-кабинет. Ремонт позволил дополнительно открыть 60 мест. С 1 сентября детсад сможет принять уже 120 малышей. Росмолодежь предлагает вернуться к государственному распределению студентов. По мнению экспертов, это поможет снизить уровень безработицы среди молодежи. А российские компании отчасти решат проблему кадрового голода. Об этом заявил известием сегодня глава ведомства Сергей Поспелов. Если инициативу закрепят законодательно, то студентов-бюджетников обяжут трудиться два года на предприятиях, которые предложит им государство. Таким образом, дипломированные специалисты смогут отработать затраченные на них средства. При этом современная система госраспределения будет значительно отличаться от советской, говорят эксперты. Скорее всего, в новой программе места работы студентам начнут подыскивать заранее, пока они еще учатся, и давать возможность выбора. Для этого предлагается создать единую базу вакансий. Гарантируемая работа после окончания вуза повысит рыночную конкурентоспособность молодых специалистов, считают в Росмолодежи. 40 детей из Кабардино-Балкарии отправят на лечение в Москву, в научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Информацию об этом сегодня распространила пресс-служба Минздрава Республики. Бригада столичных медиков во главе с профессором Константином Шаталовым три дня проводила консультации на базе Республиканской детской больницы. Обследовали свыше двух сотен ребят, у которых впервые выявлен диагноз «врожденный порог сердца». 40 малышей отправляются в Москву для проведения операций, еще четверо на дополнительное обследование. В Кабардино-Балкарию специалисты Бакулевского центра приезжают восьмой год подряд. За этот период обследовано более двух тысяч детей. 300 уже прошли хирургическое лечение. Продолжаем. История в кадрах. Фототека архивной службы КБР превысила 50 тысяч фотографий. Одним из последних приобретений стала частная коллекция снимков «Голубого озера». Впрочем, удивляют не только пейзажи. В альбомах история Республики, начиная с конца 19 века. На уникальных снимках, сохранившихся в единственном экземпляре, период коллективизации, создания колхозов, хроника Великой Отечественной. Отдельная экспозиция посвящена застройке Нальчика в 60-х годах прошлого века. По словам сотрудников архива, фототека собиралась покрупиться на протяжении нескольких десятков лет. У нас всегда был и есть свой фотограф, который фотографирует то, что происходит сегодня. Могут отдавать из личных архивов. И вот когда все эти предприятия были ликвидированы какие-то, их фотографии по инициативе наших работников, которые просили, чтобы у них забрать, оседали у нас. И вот так пополнялся этот фонд. В специальных ящиках хранятся и негативы 50-х и даже 30-х годов прошлого века. Однако, что конкретно изображено на них, доподлинно неизвестно даже самим сотрудникам. Все тайны обещают раскрыть, как только кадры переведут в цифровой формат. Кабардинский госдрамтеатр готовится к премьере. 10 июня труппа представит спектакль «Ретро». По пьесе Александра Галина «К прошлому нет возврата». Постановка осуществляется на средство гранта главы Кабардино-Балкарии в области театрального искусства. Слово нашему специальному корреспонденту Зауру Гидуеву. Это первая самостоятельная постановка молодого режиссера Анзора Ямкужева после возвращения из Москвы. В спектакле задействованы созвездия именитых актеров, таких как Куна Жекомухова, Жанна Хомукова, Каншуби Хашев, Тамара Балкарова, Марина Тащева и Владимир Тимижев. Замечательные актеры, которые с полуслова понимают, что от них требуется, которые с полуслова не давают мне договорить фразу. Все понятно и все, сразу то, что я хотел сказать, я вижу уже на сцене. Пьесу Александра Галина «Ретро» Ямкужев взял на себя смелость переделать по-своему. В трагические сцены добавил комизма. Это будет приглашение зрителей к диалогу о неизбежности старости и об одиночестве. О былом и настоящем, близком и далеком, о взаимоотношениях поколений, о нас с вами. Зрители, на мой взгляд, соскучились по таким темам. Как кто-то сказал, я не помню. Если хочешь сказать человеку правду, заставь его улыбнуться, засмеяться. По такому темпу, по такому направлению и идем. Это трагикомедия, то есть вытаскиваем комедии на моменты, чтобы донести правду. Если после этого спектакля зрители отсюда выйдут и позвонят своим близким родителям, отцу, маме, да, скажут, как у тебя дела, как здоровье, то я думаю, что наша задача с этим спектаклем удалась. Тема, которая поднимается в спектакле, сегодня актуальна как никогда. Пьеса заставляет задуматься о семейных ценностях, о которых мы в погоне за лучшей жизнью иногда забываем, считает Анзор Ямкужев. К примеру, зрители смогут увидеть через неделю на сцене Кабардинского театра в 19 часов. Заурки Дуева, Адмир Сабанчев, Вести, Кабардино-Балкария. Впереди прогноз синоптиков от центра ФОБОС. Его представит Зухраб Шихачева. Я же напомню, что все выпуски нашей программы можно найти в интернете. Адрес сайта вести.кбр.ру До свидания. Всего хорошего. Раян. Лучший продукт. 2014 года. Глазная клиника Ленар имени академика Святослава Федорова. Нальчик. Пачева, 36. Офтальмология для всей семьи. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон «12 стульев» – мебель для жизни. Добрый вечер. Метеовести от Фобос. В среду в регионе вновь не обойдется без ливневых дождей и гроз. Над Зольским облака и дождь, но чуть теплее, чем накануне. Плюс 20. В горах продолжатся грозовые дожди по ожиданиям синоптиков. Они будут достаточно сильными. У подножия Альбруса днем около 9 тепла. Плюс 15. И также небе засадков в Тернаузе. Не сдают своих позиций столбики термометров в Баксане, Чигиме и Нордкале. Здесь до 25 с плюсом дожди к вечеру. Примерно такую же погоду прогнозирует Центрофобос в Прохладницком и Майском районах. Как, впрочем, в Сирском и Лискенском на большей части республики показания термометров останутся выше плюс 20. Дожди с грозами не обойдут и Кашхатау. Завтра в Нальчике до 22 градусов, временами ветрено и дождливо. Таков прогноз на среду. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин